Но мы сегодня туда ехать не можем. Дорога идёт, а мы сейчас повернём налево и начнём взлетать. Поэтому, пожалуйста, все сидят ровно. Вот внизу речка Ермук, старый железнодорожный мост, курорт с крокодиловым питомником Хамадгадер, горячие источники. Всё сельское хозяйство напротив, это Хашемитское королевство Иордания. Дорога пошла на Дамаск сама по себе, а мы поднимаемся на Голланы. Внимание, взлетаем. И сейчас мы будем, значит, единственная просьба, не вертеться, сидеть ровно, голову поворачивать для тех, кого укачивает, голову поворачивать вместе с дорогой. Это меня научили наши советские космонавты. Я работала с отрядом космонавтов, они меня научили, я теперь всем говорю. Чтобы не укачивало, надо всегда по серпантину, дорога направо, голова направо, дорога налево, голова налево, тогда не укачает. Но зато вы увидите, что такое голова. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, лёг, 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 лёг. Голланды должны играть прежде всего водой, потому что Голланды и Восточный Аристаллин – это единственное, что называется по советской пропаганде оккупированные территории. Волгограды, врачи из-за того, кто видит свои окна. Почему они видят заборы? Почему они не терпеливые такие? Вы видите реку. Здесь, в этой части, река Бурная. Да, и здесь у нас... Так, как обычно, в шапке прав. Всегда в шапке прав, как и коностасия, слева, в моем поле, прямо с паской. И вот, как обычно, в шапке прав, как и коностасия, слева, в шапке прав. Спасибо. 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 Будьте добры, пожалуйста, давайте несколько минут. Мы немножко припозднились. Посмотрите, пожалуйста, это зал, который называется Варшавское гетто. Восстание в Варшавском гетто. И у нас есть фильм 20-минутный, который сделан на основе вот этой эксплуатации. Восстание в Варшавском гетто. 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 Самая большая община Европы. Восстание в Варшавском гетто. 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 В Варшавском гетто. Восстание в Варшавском гетто. Восстание в Варшавском гетто. Восстание в Варшавском гетто. Восстание в Варшавском гетто. В 1941 году умирает около 10% населения. Судьба евреев уничтожения. И об этом нет необходимости говорить вновь. Заявлял доктор Ганс Прагн. Губернатор оккупированной Польши. Если они не урут от голода. Значит будут предприняты более решительные шаги. От голода многие заболевают. Норма продуктов для немцев. 2300 калорий в гетто. Для поляков 650 калорий. Для евреев только 180 калорий. 80% всех продуктов попадает в гетто контрабандным путем. В гетто действуют организованные группы контрабандистов и одевочек. Гетто выбираются из гетто. Меняют вещи на картошку, морковь, лук. Тех, кто попадается, расстреляют. Несмотря на запрет эпидемии, болезни и голод, в гетто действует организация взаимопомощи. Работают домовые кухни, больницы, детские дома и приняты для сироп. Но уникально существуют культурные учреждения. Возобновляется работа студенческих семинаров, открытых дверей театра, действуют в город. Проходят литературные вечера, проводят кружки по изучению битой и ядышей для лестственных курсов. Открыта библиотека, активно действует комитет социальной помощи, образование и культура. Тайно соблюдаются предписания кухни. Сопротивляясь, мы продолжаем жить, как будто бы жизнь идет своим чередом. Ты встаешь утром, ешь и пьешь, даже поешь и даже любишь. Забытые факты из жизни евреев документируются. Эту работу возглавляет историк Эммануэль Рингельбюн. Сотни документов и исследований о жизни в гетто он взглядывал в трех молочных бидонах, которые закопал в землю. Два из них найдены уже после войны. Один бесследно исчез. Молодежные организации «Леха Луц», «Кейтар», а также «БУН» возобновляют свою деятельность, привлекают в свои роды молодчины. Созданы молодежные клубы, семинары, выпускаются информационные бюллетени. Организация «ТРОП» проводит обучение по программе средней школы в центре деятельности «Связь евреев с эрбцистами». Мы, молодые, жили жизнью, подобной жизнью в ГИБУЦЕ. Это способствовало сохранению взаимного уважения. Мы не превратились в зверей по отношению друг к другу. Руководители молодежных организаций поддерживают между собой связь на всей территории оккупированной Польши. Связные преодолевают глухие стены, выбираются за территорию ГИБУЦЕ и передвигаются по городам и селам с подружными документами. В ГИБУЦЕ входит связь с польскими друзьями на арийской стороне, в котором они передают сообщение о ситуации в ГИБУ. Подвергаясь постоянным рискам, они нелегально проносят в ГИБУЦЕ-казеты, отпечатанные подборщиками документы, деньги и даже оружие. И я говорила по-тольски гораздо лучше, чем на идиш. У меня были светлые, ухоженные, длинные волосы, было много смелости и желания. Для того, чтобы добыть пять пистолетов, порой приходилось идти в 800 километров. Много светлые погибли на этой даме. 22 июня 1941 года немцы нападают на Советский Союз. Осенью и зимой приходят в Варшаву первые известия о массовых уничтожениях евреев в Вильнюсе в лагере смерти Эхель. Руководители молодежных организаций верно не понимают смысл поступившей информации. Это окончательное решение еврейского вопроса. Услышав, что произошло в Вильнюсе и Эхельном, мы поняли, что это часть общего плана. Но евреи отказывались верить. Не верили ни простые люди, ни руководители общей. Человек, который месяцы и годы живет куском хлеба и тарелки супа, уже не может думать ни о чем другом, кроме этого. В марте 1942 года делается первая попытка создания в гетто подбольной организации «Сопротивление», состоящей из представителей всех молодежных организаций. Попытка не умерлася. В конце марта левые молодежные организации принимают решение создать свою подбольную организацию под названием «Антифашистский блок», цель которого — вооруженное сопротивление. 22 июля 1942 года, 9 авра, начинается вывоз евреев из гетто, который получает название «Большая акция». Акция длится 7 недель. Около 300 тысяч человек вывозятся в лагерь смерти Треблинка, где они уничтожаются в газовых камерах. Разбиваются семьи, мужей отрывают от жен, а у матерей отбирают детей. Януш Корчев, выдающийся еврейский педагог, разделяет судьбу более 200 своих воспитателей. В гетто остается приблизительно 55 тысяч человек. Площадь их проживания уменьшается. 28 июля собираются руководители групп «Дро» Ашамара Цаила Акиба и создают организацию еврейских бойцов для вооруженной борьбы против нацистов. Их цель — защита жизни и достоинства евреев, а также месть убийцам. Командирами становятся Ицхак Суперман, Цинья Люберкин, Мартехай Генненбаум, Юсеф Карпан, Шуэль Мрестон. Параллельно с началом сбора оружия в арийской части города начинается агитация обитателей гетто. Ими призывают к сопротивлению депортации. Организуется покушение на начальника еврейской полиции в Ставле Некоменце. Треблинка — это смерть. Лучше пролить свою кровь здесь, на улицах Варшавы, а не умереть в Треблинке. Прячьтесь, прячьте ваших детей. Переходите на арийскую сторону. Организуйте убежище. Когда были вывешены первые листовки, евреи срывали, говоря, молодежь накричит на нас полное уничтожение. Люди не верили в полное уничтожение гетто и не думали о возможности сопротивления. Большинство было против борьбы, потому что каждый надеется уцелеть. В конце большой акции подпольная организация сопротивления расширяется. В ней присоединяются течения, которые прежде не поддерживали идею по Ставле. Командиром избирают Мордыха Анилевича, а его заместителем Антика Ицхака Цукерман. Члены группы Тейтар и молодежные визионистские организации создают свою собственную организацию под руководством Пауля Фрэнкера. Евреи, решительный час достал. Вы обязаны быть готовы к сопротивлению и не дать перерезать себе горло, как баран на войне. Люди, не способные к активной борьбе, обязаны оказывать пассивное сопротивление. Восемнадцатого января 1943 года немцы начинают новую ракцию. Евреи и гены пытаются укрыться, сопротивляются. Подпольная организация проходит в этот день свою боевую крещу. Среди бойцов был и боевец Харпец и Нельсона, рассказавший об этом стихотворении «Евреи стреляют». Друга бойцов из Харшума и Аркацаир сливается в покой. На ногу улицы Заменков вновь отделяется, открывает стрельбу, бросает гранат. Немцы в растерянности. Среди них появляются убитые и раненые. Остальные бросаются бежать. Узники тем временем разбегаются. К немцам подходит подкрепление. Бой продолжается. Повстанцы падают один за другим. Руководитель восстания Мардыхай Нелевич выхватывает оружие из двух немцев и успешно скрывается. Другой бой происходит на улице Заменков. Немцы ищут евреев в многоэтажном доме. Группа бойцов, восслабляемые Цартом Цукерманом, готовит для них засаду. Один из повстанцев в Захаре остается в квартире в качестве приманки. Остальные прячутся. Когда немцы входят, повстанцы высказывают из своих прикрытий. И открывают огонь. Двое немецких солдат убиты. Остальные три. В тот день немцам удалось вывести лишь несколько сотен денег. Немцы в этом мнении. Сопротивление молодежи заставляет их прекратить акцию. Чувствовалось, что мы делаем нечто очень важное для будущего поколения, для всего мира. Следуя призыву подпольных организаций, пусть и куберку начинают готовить убежище в подвалах и подземных пунктах. Запасаются едой, готовясь к длительному пребыванию в убежище. Еврейская боевая организация – это 22 отряда, которые располагаются в трех районах Германии. 19 апреля 1943 года, в первый день праздника Песса, немцы возобновляют акцию. Две тысячи хорошо подготовленных солдат под командой 36 офицеров, поддерживаемые танками и артиллерии, вступают в бой против несколько лицов плохо вооруженных бойцов еврейского сопротивления. Предполагается, что акция будет трех и закончится в срок. Немецкие фотокорреспонденты готовятся запечатлеть уничтожение Германии. Генерал СС Юргенштрог пишет в своем тренике о первом дне боев. Во время подготовки наших солдат к входу в гетто, по ним открыли огонь еврейские бандиты. В танк и две радиомашины были брошены в бутылки с зажигательной смеси. В нашей потере 12 человек убитых. В 4 часа утра мы увидели на углу улицы налевких гитлеровцев. Они направлялись в центр гетто. Они шли и шли без конца. Я вдруг почувствовал, что он был очень слабый. С другой стороны, мы почувствовали уважение от себя, когда увидели, сколько их пришло, когда подбиться на них. Немецкие солдаты идут по улице налевких центров гетто, армейским маршем, уверенные и беззаводные. Когда они подходят к углу улицы беншер, в них летят гранаты. Немцы теряются от неожиданностей и начинают отходить, оставляя убитых на дороге. С еврейской стороны потерь нет. В это же время группа немцев входит в гетто в районе улицы Замьков. Перед собой они выставили еврейских полицейских, чтобы не приняли на себя первые удары. Я спросил, что делать? Атаковать или нет? Ответ был ждать. Но после того, как прошли еврейские полицейские, появилась немецкая моделизованная колонна. Взрыв дни на середине колонны был сигналом к началу действия. Мы стали забрасывать немцам гранатами. Бой продолжался уже через час. Немцы отходят, оставляя за собой убитых и раненых. Один танк загорелся, другой заглох. После полудня бойцы группы «Вейтар» начинают интенсивный обстрел немцев из револьверов и пулеметов в районе Мурановской площади. Члены группы поднимают еврейский белоголубой флаг и флаг Польши. К концу первого дня боев настроение бойцов прибудет. Результаты сражения превзошли все ожидания. На второй день бой ведется главным образом в районе, где сражаются пять групп бойцов гетто под руководством Марека Эбельмана. В два часа дня у ворот этого района появилась немецкая колонна. Один из бойцов взрывает мину и немцы поворачивают назад. Когда наступление возобновляется, бойцы открывают два немца на бой из всего имеющегося оружия. При этом они выводят из строя расчет немецкого оружия. На четвертый день боев немцы меняют тактику. Они начинают жечь дома. Так они надеются заставить людей выйти из укрытий, а бойцов из укреплений. Немцы жгут и взрывают дом за домом. Менерал Штроп сообщает в рапорте, что многие евреи, не желая сдаваться, предпочитают выбрасываться из окон пылающих домов. Асфальт плавится под ногами идущих, превращаясь в черную вклеевую массу. Один за пути мы пробиваемся сквозь огонь из дома в дом, со двора во двор. Невозможно дышать. Деревянные палки рушатся на нас. Геймер, руководитель СС посылает телеграмму главнокомандующему в Польше. Необходимо подавить восстание в варшавском пене всеми силами и без всякой жалости. Это восстание доказывает, насколько опасны эти евреи. Генерал Штроп сообщает. В вооруженном сопротивлении участвуют девушки на ровне с парнями. Эти женщины стреляют из револьверов, держа их двумя руками. Много раз оказывалось, что они прячут оружие и гранаты под одежду. На пятый день в восстание Штроп посылает войска, чтобы прочесать где-то и уничтожить подземные укрытия. Бойцы переходят к ночным действиям, перебираются с крыжи на крыше. Герта продолжает пылать. Тем временем самолет, влюбиваясь, с воздуха сбрасывают на герта зажигательные дуны. В конце первой недели боев бойцам приходится покинуть крыши и создать новые укрепления в руинах гертов, в пункерах. Теперь ночные бои ведутся оттуда. Штроп сообщает об уничтожении 631 бункера. Эта война превращается в героическое народное сопротивление, в котором участвуют все евреи герты. Я не могу думать ни о чем, кроме как от лоткеса и живого отдыха. Я сидел, как и все остальные сотрудники, в том, надеясь, что наступит возможность отдохнуть воздух. В пункере не разговаривали, так как во время разговора дыхание становилось еще более затруднительным. Нет, мы были напряжены. Мы не ели два часа. 7 мая обнаружен последний пункер на улице Милая, 18, в котором проходил самодыхаем Глевич, и около 100 бойцов. Немцы забрасывают пункер газовыми и дымовыми гранатами. Анилевич и многие из его группы принимают яд, кончая жизнь самоубийством. Немногим удается выбраться. 9 мая оставшиеся в живых спускаются в канализационную систему с целью найти выход на арийскую территорию. Что им сообщает? Сегодня в 9 часов возле канализационного выхода на улице просто взорваны две гранаты. Это был сигнал для группы бандитов, укрывавшихся в канализационных каналах. Все они были вооружены. Выбравшись сигналом наверх, они забрались в грузовики и спрылись в неизвестном направлении. 16 мая Штроп собирает своих подчиненных на демонстрацию взрыва центральной синагоги в Варшаве, которая была расположена вне территории Гетто. Взрыв в синагоги, по мнению Штропа, символизирует окончательное уничтожение Гетто и подавление восстания в нем. В телеграмме кем-либо, после на 30 мая Штроп торжествующий подводит итог. Варшава, Юденфрай, свободна от Евреев. Но торжество Штропа было в ближнем реме. Польские источники сообщают о боях в Гетто и о выстрелах на территории бывшего Гетто вплоть до Октября. Последний из тех, кто еще оставался и сражался в Гетто, погибают при попытке выбраться наружу. В последнем письме Кицхату Цукерман командир повстанцев Мардыхай Нелевич пишет. Будь здоров, дорогой. Может, еще увидимся. Самое важное, что мой сон воплотился в реальность. Я увидел еврейское сопротивление в Гетто во всем его величии и славе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.